Пугачёва запустила слухи о разводе с Галкиным ради возвращения на сцену. Гонорары по 29 миллионов рублей вынуждают Примадонну снова подогревать интерес к себе у публики. Слухи о разводе Пугачёвой нужны, чтобы вернуться на сцену. В прессе появились слухи о возможном разводе Пугачёвой с Галкиным. Это совместно опровергают концертный директор Примадонны Елена Чупракова и Максим Галкин. Окружение звёздной пары молчит, словно воды в рот набрало. Шансонья Евгений Кемеровский даже так и сказал. «Спросите у родственников. Возможно, слухи о разводе запустила сама Пугачёва. И нужно это ради возвращения на сцену. Об этом говорит не один факт». Максим Галкин от комментариев о разводе отказался в очень эмоциональной форме. Видно, что говорить об этом супругу Аллы Пугачёвой неприятно. Сергей Соседов уверен, что брак Примадонна и юморист заключили на основе предварительного договора. Развод будет невыгоден обоим. Пугачёва рядом с молодым мужчиной молодеет, а Галкины рядом с Пугачёвой обретают дополнительный вес. Косвенно это подтверждают и Инстаграм Галкина и Пугачёвой. Совместные фото там встречаются не так часто. Это выглядит как странички двух членов семьи. Фото с детьми и семейные праздники. У каждого отдельная жизнь и никакой горячей лов-стори. Ясновидящая и психолог Алена Орлова в интервью для iReactor высказывает похожие мнения. У Пугачёвой и Галкина прочный брак скорее по расчёту, чем по любви. И развода она не предвидит. Зато добавляет, что это может быть пиаром, чтобы оживить угасающий интерес к звёздному брачному союзу. Главное же, что параллельно со слухами о разводе, в прессу просочилась и другая информация. О том, что Пугачёва возобновляет концертную деятельность, ранее писала kp.ru. В пользу этого свидетельствует и омоложение Аллы Борисовны. 71-летняя Примадонна недавно даже сплясала на вечеринке. Причём гонорары озвучены неслабые – 29 миллионов рублей за концерт. Чтобы их обосновать в условиях кризиса, и нужно подогреть интерес у публики. Субтитры создавал DimaTorzok